Запись, записывать на этот компьютер. Прошу, Миша, как обычно, несколько слов о себе, хотя многие тебя слышали. И, пожалуйста, мы с интересом ждем начала нового формата. Спасибо. Спасибо Борису Ставельману за организацию, за приглашение на замечательный семинар еще раз. И Татьяне Левину за организацию. Так, сейчас одну секундочку, я тут немножечко разберусь. Вроде бы все нормально. Сейчас убрать. Что сказать о себе? Ну, предыдущие записи вообще уже осталось. Я не знаю, стоит ли много повторять. Родился в небольшом городке Жмеренко, потом в школе увлекался физикой, на Олимпиады разные ходил. В физтех не принимали по пятой графе. Пошел в МИИД, еврейский институт, на автоматику и телемеханику. Потом исследователем в Киеве работал в МИИ. Занимался передачей данных. Данных по плохим телефонным каналам. Кстати, очень интересная тема, сложная. А когда приехал в Израиль, сделал докторат в Технеоне по исследованию операций методом оптимизации. И уже после этого я стараюсь, ну, там, постдокторат в Америке делал, там, как полагается, и так далее. И после этого я стараюсь соединять вот эти две области. Мои знания как инженера электроника и электронщика, я не знаю, как правильно по-русски. И знания методов оптимизации нейронные сети, они очень хорошо вот в этой комбинации присутствуют. Я ими с 90-х годов увлекаюсь. И несмотря на то, что в нейронных сетях были волны вверх, волны вниз, я не должен похвастаться, что не оставлял их все это время. И в начале 2000-х у нас были интересные публикации. Сейчас продолжаю этим заниматься. Это большая просьба, чуть-чуть отчетливее. Говори, не у всех одинаково хорошие динамики. А, что, ближе к динамику? Просто не торопясь, я с ней не отгибулирую. А, хорошо, постараюсь. Ну, все, можно начинать презентацию? Вперед, вперед, пожалуйста, пожалуйста. Так, сейчас я попытаюсь показать мои слайды. Так, а вот теперь участники должны сказать, у них нормально на экране видно? Я вижу. Видно, видно. Да, хорошо. Виден экран нормально. В хорошем размере, да? Да. Все отлично. Все. Значит, это продолжение вот этого семинара для умных чайников. Я надеюсь, что люди смогли посмотреть на YouTube запись. Это довольно важно. Хотя попробую, для тех, кто не успел, тоже какие-то основы рассказать. Значит, сейчас, секундочку. Так, ну, вот глубины нейронной сети, которые нейронными сетями там еще с конца 50-х занимаются. Перцептронная розенблата был сделан в конце 50-х годов. Итак, волны вверх, волны вниз. А последняя волна – это последние 5-7 лет, когда компьютеры стали мощными, особенно так называемые графические карточки. Сейчас, вы знаете, одну секунду, я тут еще должен сделать так, чтобы в записи… О, видно было и мое окно. О, тогда, наверное, будет удобно. Графические карточки, которые очень мощные вычислители. Там могут быть сотни мощных процессоров. Менее мощных, чем центральные, но в совокупности… Значит, как я уже говорил на прошлом семинаре, если флопс – это арифметических операций с плавающей точкой в секунду… Если раньше компьютеры делали кило, потом мега, потом гигафлопы, вот Pentium компьютер, он может там несколько гигафлоп, то есть миллиардов операций в секунду, то сегодня уже технология достигла, что устройство мощностью 1 ватт может террафлоп, тысячу миллиардов операций в секунду делать, и все пропорционально. Если у него 200 ватт, то он уже 200 тысяч миллиардов операций, 200 триллионов операций в секунду может делать, и большой прогресс произошел. И сегодня нейронные сети лучше других технологий умеют распознать рукописный текст, или речь, или лица, или перевести текст языка на язык, или улучшать качество фотографий, или сжимать фотографии и видео. И совершенно другие миссии – предсказывать погоду, или финансовый рынок, или, например, управлять роботами. И теперь я возвращаюсь уже к самой базовой вещи. Элементом искусственной нейронной сети является искусственный нейрон. Он может быть… В основном это запрограммирован в компьютере. Это просто на вход поступает несколько чисел, мы их называем весами. Они умножаются на несколько коэффициентов, W, мы их называем весами. Складывается от них, складывается или отнимается вот эта величина B, называемая смещением, которое устанавливает порог, а потом переходит на вход такой пороговой функции. Если все это вместе с B, например, оно больше нуля, то нейрон включится и будет передавать один вольт или просто единицу на выход. А если меньше нуля, он будет выключен и будет ноль на выход передавать. И, ну да, тут это терминология по-английски для справки. И вот то, о чем я говорил, это очень важно. Вот эта функция активации, то, что мы обсуждали в прошлый раз, это такая пороговая функция, которая ноль, когда ее вход меньше нуля, и, допустим, единичка, когда вход больше нуля, просто включается. Но недостаток у такой нейронной сети, я в прошлый раз не успел об этом сказать, состоит в том, что Y получается ненепрерывная, разрывная функция от X. И находить правильные веса, как мы еще обсудим немножко, методом градиентного спуска, у таких функций трудно, иногда даже невозможно. Поэтому я немножко вас обманул в прошлый раз. Иногда педагогический обман, он помогает, чтобы не перегружать мозги лишней информации. А вот сегодня я скажу, что практически используется такая гладкая версия пороговой функции, которая называется сигмоидом. Вот когда отрицательные аргументы, сильно отрицательные у нее ноль, когда сильно положительная единица, а в промежутке она так плавненько переходит от нуля к единице. У нее есть еще другой вариант, когда в левой части не ноль, это минус один, а в правой части плюс, плюс один. Но это похожие функции, они обе используются. И еще очень важная функция, которая называется функция линейного выпрямителя. Многие слышали, что есть выпрямитель, там диод, который превращает переменный ток в постоянный. Как он работает? Если я на вход подам отрицательное напряжение, на выходе будет ноль. А если положительное, то выход будет такой же, как и вход. И вот эта последняя функция, вот этот, как это сказать, линейный выпрямитель, она, можно сказать, самая популярная в современных нейронных сетях. Все, как мы обычно, принято после каждого слайда, у нас свободное обсуждение. Если есть вопросы, как раз хорошее время. Я, с твоей стороны, тоже хочу сказать, что в отличие от обычных семинаров, мне кажется, здесь стоит давать возможность обсуждать и в процессе тоже. Да, да, ровно это мы и делаем. Это вообще мой подход в преподавании стандарта. Я очень так понимаю. Чтобы никого не оставлять за борту. Вопрос, если можно. Да, пожалуйста, Миша. Миша, это единственный вариант нейрона, как структурные единицы, или есть и другие варианты нейронов, как этих кирпичиков? Отвечаю. Это вопрос по предыдущему семинару, там мы чуть-чуть касались. Настоящий биологический нейрон, он намного сложнее, он на самом деле не непрерывными сигналами такими орудует, а последовательностями импульсов. Там много импульсов на входы, на выходе будут они чаще идти или реже идти. Но сегодня я предлагаю ограничить наше обсуждение искусственной нейронной сетью. Она очень много умеет. Если мы выйдем с тем, что мы поймем, как она работает, это уже будет много. Постараться не минимально перегрузить нас сторонней информацией, а в конце мы еще сделаем обсуждение. Если можно, то еще один коротенький вопрос. Скажите, у этого нейрона выход Y является входом для одного из X другого нейрона? Да-да-да, из этих нейронов будет строиться сеть. Мы очень скоро об этом уже скажем. Если вы видите за моей спиной, уже варианты этой сети даже на доске нарисованы. Это будет нейронная сеть. Она появится очень скоро. А, вот она уже появилась. Видите, как говорят, отличный вопрос. Отличный вопрос – это тот, который предвосхищает следующий слайд. Вот я так компактно изобразил этот нейрон. Еще более компактно он может изображаться таким кружочком, просто на который поступают X и B – это B смещение, а A – на выходе Y. И что я делаю? Вот я взял каждый кружочек здесь – это такой нейрон. Вот я взял один нейрон и все X подал к нему на вход. Не все связи, к сожалению, прорисованы. Все X подал к нему на вход. И второй нейрон, и тоже все X на вход второго нейрона. И так далее. Я получил слой нейронов. А дальше я могу еще один слой нейронов сделать. И тогда выходы первого слоя пойдут на входы второго слоя. И так далее. Вот такая нейронная сеть. И что она делает, эта нейронная сеть? Сейчас, давайте я когда view сделаю более устойчиво. О, чтобы он не… Вы все еще видите хорошо, я надеюсь, да? Что там не прыгали лишние окошки у меня. И я обозначаю вот этот Y – это какая-то функция от входа, от X. Все X я могу одной буквой X обозначить для тех, кто знает векторы. Вектор X. А буквой W я обозначаю все вот эти веса и байосы, все, что на веточках этой нейронной сети, я одной буквой W. Вот и выход – это какая-то функция от X, и W – это, кто знает, это ее параметры. И утверждение очень сильное такое, что если я дам достаточно большое количество нейронов в сеть, я могу приблизить с помощью нейронной сети любую разумную функцию, любое огромное количество практически важных функций, которые встречаются в инженерной и физической практике. И в этом огромная сила нейронных сетях. Можно вопрос? Вопрос к им. Да. Используется ли в нейронных сетях помимо двоичной логики на выходе, троичной, допустим, да, нет, промежуточное состояние, или нечеткая логика? Должен заметить, что выходной вот этот нейрон, он вообще, я тут не написал, в прошлый раз мы обсуждали, вообще это может быть просто сумма, тут не обязательно нейрон, тут может быть просто так называемый линейный элемент. То есть несмотря на, как входы могут быть как двоичными, так и просто числами, так и выход может быть просто числом. И как я приводил пример, нейронная сеть для распознавания яблок от груш, она должна на выходе дать 0 и 1, яблоко это или груша, или минус 1, или плюс 1. А может нейронная сеть быть использована для предсказания погоды, и она должна мне сказать, какая температура воздуха, допустим, будет через 3 дня. А на входе там разные атмосферные параметры за последнее время. И такая нейронная сеть, вообще в ней будут числа, в ней не обязательно двоичные элементы. Спасибо, очень хорошая. Можно еще вопрос? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, ваше утверждение о том, что с помощью нейронных сетей можно приближить любую разумную функцию. Это теорема или эмпирический факт? Нет, есть математические формулировки, я не буду углубляться. Я вам покажу. Вот спасибо еще раз за хороший вам вопрос. Мы сейчас перейдем к одномерному примеру, чтобы вам немножко интуицию дать, как это происходит. Но вообще утверждение строгое есть. Что нейронная сеть – это математическим языком универсальный аппроксиматор функций. То есть функции из какого-то класса, они не должны быть совсем сумасшедшими, что в каждой точке, скажем, меняет свое значение. Но если у них есть какая-то определенная степень гладкости, то да, есть теоремы, которые говорят, что нейронная сеть может неограниченно точно их приблизить, когда достаточное количество нейронов. Так, и сейчас попробуем дальше. И вот у меня… Я сделал вчера видео для школьников. И вам чуть-чуть его фрагмент из него продемонстрирую. Показать, что нейронная сеть может прекрасно приближать функцию одной переменной. Вот на этом примерчике очень хорошо можно интуицию свою развить. Ну, для школьников я вообще начинаю с того, что напоминаю, что такое график функции. Вот у меня есть у, зависящий от х. Допустим, у равно х. Вот я поставил х1 и у1, получил точку, потом х2, у2 и так далее. И провел вот этот график моей линейной функции. А потом я для школьников показываю, что вот у1, вторая х. Вот я х буду двойкой, а у единица. И четвертый у двойкой. Тоже будет линейная функция. А третий пример – парабола. Квадратная графика квадратичной функции. Вот. У равняется х квадрат. х1, у1, х2, у4 и так далее. Вот парабола. А дальше, я очень быстро это проскочил, потому что дальше пойдет важное наблюдение, которое большинство, многие знают, но не все обращают внимание. Сейчас. Оп. Вот. А как будет выглядеть график параболы х-2 в квадрате? Это, может, тривиальный вопрос для здесь находящихся. Тем не менее, я должен проговорить. Когда х равняется двум, вот это выражение в скобках будет ноль. И, соответственно, у равен нулю. Потом, когда х равен трем, там выражение в скобках единичка и так далее. То есть, у меня получится парабола, которая вправо сдвинута на двойку. И это совершенно общее свойство. Если у меня есть график функции у равняется f от х, то если я от аргумента отниму какую-то величину, постоянную, двойку, то график сдвинется на двойку вправо. Все. Если есть к этому вопрос, я тоже буду очень рад. Если нет, то я двигаюсь дальше. Можно двигаться. Двигаемся дальше. И вот это свойство я буду использовать на примере выпрямительной функции. Вы помните, один из нижних пример функции активации нейрона была линейная выпрямительная функция rectified linear function. Когда х отрицательная, она равна нулю, а когда х положительная, у равно х. Я ее обозначаю фет х. И что я дальше делаю? А я говорю, а что если я дам еще, отниму смещение на входе нейрона? Вы видели там, там еще b было у нейрона. Что если я отниму смещение? И очень просто. Если я аргументом функции отнимаю постоянную величину, график функции сдвигается вправо на эту величину. Вот я получу такой сдвинутый график выпрямительной функции. Так, комментарии, вопросы. Тогда идем дальше. И вот теперь, вот еще раз я нарисовал эту выпрямительную функцию. И теперь я говорю, с помощью этой выпрямительной функции я могу сделать совершенно замечательную вещь. Сейчас, одну секундочку. Техническая остановка. Одну секундочку, извините. Одну секунду. Где же мне найти? Так, все. Все, я продолжаю. Я могу сделать совершенно замечательную вещь. Вот у меня есть функция, вот непрерывная черная линия. Какая-то нелинейная функция y от х. И я могу ее, и я хочу ее приблизить, сделать кусочное линейное приближение этой функции. Вот штриховая линия у меня такая ломаная. Каждый отрезок – это кусочек прямой. Миша, я хотел бы попросить, чтобы ты объяснил, к чему мы стремимся. Мы стремимся… Спасибо, спасибо, Борис. Правильно. Мы стремимся показать, что с помощью очень простой нейронной сети я могу приблизить функцию одной переменной. Это разовьет нашу интуицию. Почему нейронные сети – это универсальный аппроксиматор функции. И вот будет пример, когда с помощью, в данном случае с помощью трех нейронов, я приближу вот эту криволинейную функцию. Значит, что я делаю? Я делаю копию вот этой выпрямительной линейной функции, которая сдвинута на величину b1 вправо. Вот вы видите. И еще умножу ее на коэффициент, так, чтобы наклон соответствовал вот этому кусочку. Потом я буду прибавлять другую такую же выпрямительную линейную функцию, непривычно по-русски говорить, которая сдвинута на b2. Какой наклон? Я должен ей дать такой наклон, чтобы сумма вот этого наклона плюс этот наклон дала вот тот, который я сейчас показываю. Я так могу посчитать эти перцы. И так далее. Я могу даже это записать в математическом виде. Мой у будет вот этот c1 на функцию активации x, сдвинутую на b1, плюс c2 на x, сдвинутую на b2 и так далее. До этого места понятно, потому что сейчас нажатием кнопки появится нейронная сеть. Мне это понятно. И важно отметить, что функция f везде одна и та же, правда? Да, да, совершенно точно. Вот она здесь даже нарисована. А коэффициент – это, по сути, вторая производная от башей функции? Ну, дельта. Не совсем так. Может, даже скорее первая. Скорее даже первая производная, но тоже ее приближение какое-то. Коэффициенты связаны еще раз с наклоном этих ломаных линий. Первая производная – это наклон, а разница между c1 и c2 – это уже вторая. Хорошо, хороший намек. Надо подумать. Надо подумать. И тогда… Хорошо. Оставим это для размышления и обсуждения в конце. Хороший намек. Спасибо. И теперь нажатием кнопки получилась нейронная сеть, которая приближает вот эту функцию. Вот на входе нейронной сети Х, да, он поступил на вход нейрона, от которого было отнято смещение B1. А выход… И у нейронной сети есть веса, как вы помните. Вот на этой веточке вес равен единице. Тут мы ничего не делаем. Видите, Х ни на что не умножается. А вот выход будет умножаться на C1. И так далее. И они сложатся. И вот будет Y. Вот я получил первую нейронную сеть, которая приближается. Все, вот здесь действительно хорошо. Отсудите, если у кого-то есть вопросы. Буду благодарен. Да, пожалуйста, вопросы. Мне кажется, это довольно понятно, кто как-то со школьной математикой знаком. Но если вопросы есть, пожалуйста. Ну, все. А, да, да. Я слышно? Да, да, слышно. Вопрос такой. Так для каждой функции нужно строить свою сеть. Или каким-то иным образом готовая уже сеть, готовые соединения МИ. Может быть, перенацелены на другую функцию? Очень замечательно. Спасибо, Илья, за отличный вопрос. Здесь, вот в этом примере, мы просто в уме, глядя на эту функцию, мы можем посчитать вот эти коэффициенты. А если будет другая функция, коэффициенты должны быть другие. А можно ли сделать так, чтобы нейронная сеть сама в процессе так называемой тренировки настроила свои коэффициенты на какую-то заданную функцию? И прямо к этому, я надеюсь, мы сейчас перейдем. Это называется тренировка нейронной сети. Отличный вопрос. И если сказать одним словом, это делается, например, с помощью градиентного спуска или путешествия в сторону, делая нет шагов в сторону наибольшего уклона местности вниз. Так, это здесь у меня или нет? Сейчас я посмотрю. А вот это будет на следующих двух слайдах. По этому слайду все? Можно переходить дальше? Ну все, давайте переходим. Это была функция одной переменной. А вообще нейронная сеть – это функция многих переменных. Да, вот тут у меня n входов и много нейронов и выход. И я в совершенно общем виде, как мы уже делали, пишу, что y – это функция от x, в которой есть вот эти настроечные параметры w. Вот какие я настрою w, такую функцию и смогу получить. И теперь мы приходим к слайду. А что же, как же это делать? Значит, делается это таким образом, например. Вот я хочу приблизить какую-то заданную функцию. Там был черный ящик на первой нашей встрече. Значит, я на вход вот этой функции, которая в черном ящике, я не знаю ее формулы, ничего. У меня есть, например, компьютерная программа или физическое устройство. Я на вход подаю иксы, а на выходе он говорит, а какой же был y. И я хочу получить много, там, тысячу, сто тысяч, миллион таких пар, x и y. Миша, сделай одолжение. Дай пример этих x и y в физическом исполнении. Это просто функция или какое-то физическое явление. И то, и то, и то, и другое. Если быстро вернуться к нашему вот этому графику, допустим, есть какая-то нелинейная функция. Я буду компьютеру подавать x, он считает эту функцию и будет давать y. Как это может быть в природе? Ну, вот это будет на тех примерах, о которых я рассказываю. Ну, в прогнозе погоды, например. У нас есть данные за много лет, что если я сегодня нахожусь, если там в последние три дня была какая-то облачность и какая-то температура и какие-то осадки, такая-то будет температура там на следующий день или там через три дня вперед. Вот это такие пары. Прогнозировать погоду. x – это наблюдение атмосферное за предыдущие там 10 дней, а y – это температура послезавтра. Окей. Это один из примеров. Их бесконечное множество, мы этого еще коснемся. Спасибо. Так, а можно вопрос? Да. А если будет у нас не одна переменная, а сразу несколько переменных? И при этом они будут друг к другу иметь коэффициент корреляции определенной? Вы имеете в виду переменных x или переменных y? x. Вот если переменных… И x у нас несколько, обратите внимание, x у нас много переменных. Если в моем примере с погодой, допустим, я температуру за последние пять дней… Подождите, это уже ответ на ваш вопрос частично, мне кажется. Температуру за последние пять дней я возьму и уровень облачности за последние пять дней. И понятно, что они коррелированы. Температура вчера и позавчера, они связаны друг с другом. Мне это никак не мешает данным. Я имею в виду немножко другое. Что если мы берем конкретную переменную, то, конечно, да, вы правы. Но когда мы берем даже какие-то две-три переменные… Да. Просто мне приходилось с этим сталкиваться. Сложность заключается в том, что они имеют довольно серьезный коэффициент корреляции между собой. Да. И если мы строим для каждой отдельной переменной без учета коэффициента корреляции, то у нас эта сеть совершенно ничего не отображает. Наверное, я плохо объяснил, боюсь. Х – это вектор. Мы не строим сеть для одной переменной. Х – это вектор из десяти переменных. И таких векторов у меня будет миллион. Если иксы зависят друг от друга. Пусть зависят. Меня это не смущает. Мне довольно важно, чтобы иксы покрыли, скажем, значительное пространство, вот эти точки пространства иксов, чтобы, когда я захочу предсказывать, то не очень далеко были похожие иксы. Но это уже технические вещи. Давайте отложим эти важные вопросы ближе к концу. Когда мы общую концепцию поймем. Хорошо? Хорошо. И сейчас самый главный вопрос. Я имею много таких пар. И моя цель – настроить веса моей нейронной сети. И я говорю, я уже на вход моей нейронной сети подаю. Икс какой-то один из этих миллионов примеров. И я хочу, чтобы выход моей нейронной сети был как можно ближе к тому икреку, который был на самом деле, у той функции, которую я приближаю. И квадрат этой разницы, например, квадрат – это невязка на этом примере. Потом я сложу невязку по всему миллиону примеров и скажу, что это моя функция ошибки. Эта функция будет зависеть только от W. Иксы уже вошли вот здесь. Вот здесь они, в этой сумме. Это будет функция W. И дальше передо мной математическая задача. Я могу выбирать разные W и получать разные значения. Это величина функции ошибки. И я должен минимизировать. Должен найти такой W, который дает мне наименьшую ошибку. Это было на предыдущем. Я как бы стараюсь быстро. Давайте еще один слайд. Вот еще один слайд мы посмотрим и их два обсудим. И как я делаю… Это я просто повторяю, чтобы мы синхронизировались. Как я ищу вот этот W? Я говорю, допустим, передо мной карта местности, на которой есть, я это назвал, линии уровня. Они у географов изолинии называются. У которых одна и та же высота. А у следующей изолинии еще меньшая высота. И я, находясь в какой-то начальной точке, хочу спуститься в самый низ долины. В самую низкую точку долины. И что я делаю? Я иду в направлении наибольшего уклона вниз. Оказывается, что кто знает, что такое градиент, вектор частных производных, для того, кого не пугает это слово. Так вот, минус градиент или антиградиент, он показывает направление этого наибольшего уклона. Оно перпендикулярно направлению вот этой изолинии, линии уровня. И я делаю это как будто я с закрытыми глазами. Мне завязали глаза, я только ногами чувствую, куда был уклон, делаю шаг размашистый. И снова смотрю ногами, а куда сейчас уклон смотрят. И так, делая множество таких шагов, часто тысячи, десятки, сотни тысяч шагов в трудных случаях, я приближаюсь вот к этому W, который минимизирует мою функцию. А функция, которую я минимизирую, это и есть вот эта функция ошибки. Я тут не написал, может, надо было в скобе по концу. Е от W. Все, вот это хорошая точка обсуждения. Если есть вопросы. Можно было задать вопросы. Есть ли это локальный максимум? Мы обсуждали. Эта проблема действительно существует. И в небольших нейронных сетях, которые много использовали в 70-е, до 90-е годы, много было обсуждений этой проблемы. Оказывается, в очень больших нейронных сетях, которые популярны сегодня, у которых много тысяч нейронов и даже миллионы весов, вот этот профиль, вот этой функции ошибки, он устроен так, что он в основном такой гладкий и хороший. И я в 99% случаев, стартуя из случайной точки, таки да, приду в область хорошего видера. Вот эта проблема глобальной оптимизации, выкарабкиваться из локальных минимумов и так далее, она меньше забудет людей. Миша, есть вопрос, пожалуйста. В любом случае, вот этот метод градиентного спуска, он годится для одного экстрема. А не используются, допустим, другие алгоритмы, допустим, генетические алгоритмы в случае многоэкстремальной задачки. Потому что мы можем попасть в локальные минимумы, мы там застрять. Да, да, совершенно я понял ваш вопрос. Генетический алгоритм, он действительно намного лучше для поиска глобального минимума. Единственное, для больших нейронных сетей он становится ужасно трудоемким. И если вы захотите практически тренировать, это называется тренировка, когда мы минимизируем эту функцию ошибки, тренировать нейронную сеть, вы обнаружите, что градиентный спуск уже нашел какую-то разумную точку, а генетический алгоритм говорит, что я вот только начал думать. Дайте мне еще. Поясните, пожалуйста, кто такой генетический алгоритм? Ой, это целая область. Я предлагаю, наконец, обсуждение. Можно короткое замечание? Если кто-то может в одном или двух предложениях сказать, буду очень рад. А, ну, я могу чуть-чуть пояснить. Но только не уйти в длинное пояснение, потому что есть материал. Хорошо, может быть, Михаил Шеплевнович объяснит, потому что я занимался оптимизацией и пользовался этим алгоритмом генетическим. Я предлагаю, давайте, я в двух словах. Генетический алгоритм – это который рассматривает наш W как длинную цепочку единиц и нулей по аналогии с генами живых организмов. И там есть мутации, объединения и так далее. Ищется оптимальный организм, который минимизирует, скажем, наши единицы ошибки. Короткое замечание, Михаил. Смотрите, мне кажется, что не очень четко было произнесено, что идея тренировки, что мы показываем известные иксы и известные игреки. А потом хотим показывать новый икс и получать уже игрек, который мы не знали. Да, это правильное замечание. Это говорит, что есть ошибка на тренировочных примерах, которые мы минимизируем. А есть так называемое свойство обобщения у нейронных сетей. Это очень важное замечание. Что когда придет икс, которого не было в обучающей последовательности, все равно нейронная сеть сможет довольно хорошо сказать, какой должен быть игрек. Ну, для этого определенные требования должны выполняться к процессу тренировки к количеству данных. Если совершенно мало данных дать, то нейронная сеть просто приспособится к этим точкам и будет очень глупо, и на новых точках вообще ничего не скажет. Верное замечание? Да-да, извините. Михаил, еще один вопрос. Вот вы в функции минимизации или в целевой функции используете норму двойка, так? А вот другие нормы допустим? Другие нормы тоже используются. Давайте двигаться вперед. Много материала. Ответ короткий – да. Часто другие нормы очень помогают. Еще тогда маленький вопрос. Нет, я уже… Подождите, я как лектор должен еще ритм лекции контролировать, иначе мы застрянем. Вот сейчас мы застреваем, а потом мы вернемся. Вы запишите свои вопросы или эти самые комментарии, и в конце мы к ним вернемся. Хорошо? Чтобы не остановиться полностью. Значит, в прошлый раз было совершенно коротко, я в двух словах, потому что отправляю всех к видео прошлой встречи. Пример, что нейронная сеть может делать, она может отличать, например, рукописные цифры. Каждую цифру мы помещаем на такую решетку пикселей, там 20 на 20 пикселей, то есть это будет 400 чисел, которые мы подаем на входе нейронной сети. Это вход, это наши иксы. Вот вопрос, какие иксы. А у, допустим, мы хотим, чтобы на семерку он нам у давал плюс 1, а на четверке минус 1. Вот у нас 5000 вариантов семерки, 5000 вариантов четверки, это будет наша тренировочная последовательность, которая вот здесь указана. И мы вот натренируем нашу нейронную сеть, она хорошо работает, она дает вероятность ошибки на таких задачах, бывает, одну десятую процента или даже меньше. Очень надежно работает. Я бегу вперед, потому что это было в прошлом из занятий. И второй пример был очистка картинки от шумов. Значит, допустим, у меня есть чистая картинка, и что я делаю для тренировки в сети? Я искусственно добавляю к ней шум. И тогда я говорю, я беру фрагмент картинки, называемый VipPatch, допустим, тоже 20 на 20 пикселей, подаю на вход нейронной сети, это мои иксы, а Y я знаю, какое, допустим, в центре этого фрагмента было настоящая, была настоящая чистая картинка. Это желаемый Y. И так тоже огромное количество пар X и Y я получаю, и получаю нейронную сеть, которая очищает картинки от шумов лучше, чем это делали люди там 50 лет, они разные алгоритмы придумывали, как очищать картинки от шумов. Еще один слайд, я показываю, вот этого не было в прошлый раз. Примеры картинок вот в верхнем ряду, примеры картинок с разными видами шумов, там первое это какие-то полоски, страйп-ноиз, второе это соль и перец, то есть белые и черные точки случайные на картинке, а третье, картинка это сжатие, но низкого качества, джеппига. Во втором слое то, что люди за 50 лет сумели сделать, очень много умных методов, очень много математики красивой вокруг этого. И третья строчка это то, что нейронная сеть где-то около 8 лет назад, группа в Германии, они терпеливые, они запустили нейронную сеть с графической карточкой, она месяц тренировалась, там много миллионов весов, много тысяч нейронов, много миллионов весов, и они сделали очистку от шумов лучше, чем люди 50 лет старались. Все, вот это я специально пробежал, это точка для обсуждения, вот эти три слайда можем обсуждать. Тогда мы заполним то, чем заканчивалась предыдущая лекция. Внизу девушка красившая, это правда. Ну, да. Это Лена, да, это там не показывают остальную часть фотографии, это, оказывается, фотография была взята из плейбоя, и она стала эталоном, почему она стала эталоном для проверки алгоритмов, потому что на ней есть разные части, видите, лицо, там, какие-то другие части, гладкие, а вот то, что с шляпой свисает, имеет очень текстуру особую, если к шляпке присмотреться, она тоже имеет очень тонкую текстуру, и для алгоритмов очистки от шумов есть большой вызов, челлендж, очистить, но не испортить саму картинку, не сделать ее слишком искусственно гладкой. И вот, да, нейронная сеть справляется. Вопросы или можно двигаться дальше? Как можно сделать ее красивее? Украшение картинок, спасибо за вопрос, это особая тема, которая очень популярна в современных нейронных сетях, это вне темы нашего изложения, сделать действительно не просто более похожее на оригинал, а сделать красивее оригинала. И даже есть такая тема по фотографии нарисовать как портрет в стиле какого-то художника. Даже такие замечательные вещи нейронные сети делают и в лаборатории, где я нахожусь, технионитом, стены обвешаны вот этими прекрасными картинами, которые человек с первого взгляда в стиле художника-импрессиониста и так далее действительно там сильно отличаются от начальной фотографии. Иронные сети умеют это делать сегодня. Миша, позволь задать вопрос. Я приобрел новую камеру для зума и настраивая эту камеру увидел удивительный вопрос улучшить ваш внешний вид или нет? Да, безусловно. И следующий вопрос был, когда я согласился на сколько улучшить в процентах? Совершенно верно. Вот я даже на зуме я обратил внимание, вот раньше если с высокой резолюцией тебя показывают, то разные мелкие помятости лица и так далее видны. А сейчас даже на обычном зуме то, что вы смотрите, оно немножко украшает. Немножко украшает. Ты уверен, что это используются нейронные сети? Нет, это я не уверен, но вполне могли бы использоваться, скажем так. Можно еще вопрос? Миш, я воспользуюсь тем мейнстримом вопросов, которые сейчас вы встречал. Ну, предупреждаю, в контексте этих трех слайдов, потому что у нас есть еще материал. Общее обсуждение в конце. В контексте, если вы захотите, потом ответьте, просто в контексте вопрос. Скажите, а если собрать трех-четырех представителей живых нейронных сетей в своей черепной коробке, то не сделают ли они ту же самую работу быстро и эффективно? И насколько нам стоит подождать, чтобы вместо воспитания художников заняться разработкой компьютерных сетей? тут сразу несколько тем. Объединение экспертов. Если есть две-три нейронные сети или больше, которые решают неплохо какую-то задачу, да, их можно объединить и делать такого суперэксперта, делать он будет еще лучше. Решать может даже у меня примерчик будет. А остальное я предлагаю как обсуждение в конце. Я так и имел ввиду, спасибо. Особенно по этому слайду более-менее ясно или есть вопросы, комментарии? Вот на нем отражены две задачи. Две очень разные задачи. Это называется справа задача классификации, а слева часто называется задача регрессии, когда нейронная сеть должна число в какую-то функцию непрерывную приблизить. есть вопросы, я еще там все же поясни немножко обе задачи, пожалуйста. Задача классификации. У нас есть, допустим, два класса объектов, могут быть яблоки и груши, бывает много классов объектов, и нейронная сеть должна дискретный выход сделать. На два класса, например, плюс и минус единиц. в предсказании погоды или финансового рынка, она должна сказать, какой будет индекс. Финансовый рынок, я не люблю вообще эту тему, потому что это на самом деле нельзя предсказывать, но предсказать погоду, какая будет температура, если еще отступить назад, вот эта функция, которую мы приближаем, это может быть действительная функция действительных переменных, или может быть двоичная функция действительных переменных, там разные варианты. Есть вопрос одного из слушателей, можно ли задать, или лучше потом? Ну, пожалуйста, я всем разрешаю голосом, потому что я не отслеживаю вот этого списка. Можно голосом задавать или дата? Здравствуйте, Михаил, у меня вопрос вот по поводу этой задачи, о которой только что говорили, определение цифр. Я помню, что вот в последнее время при допуске к аккаунтам там все время просят записать цифры, чтобы доказать, что я не робот, или там определить на каких картинках машины, люди, светофоры и так далее. То есть, иными словами, получается, что если задействовать нейронные сети, то робот может спокойно обходить эти задачи и входить в эти аккаунты? Думаю, что да, скорее всего, это просто защита для таких наивных взломщиков. Продвинутые взломщики, я думаю, смысл. Продвинутые взломщики удивительные вещи могут делать. Они могут и голос, и лицо ваше имитировать, и даже видео сделать, на котором вы что-нибудь скажете, что требует от вас подтвердить. к сожалению, в такое сложное время мы живем. Так, двигаемся дальше. Вот еще одна важная задача, которая дает, как говорят по-английски, инсайд, более глубокий видно, то, что могут нейронные сети. Это, кстати, 18 лет назад, это наша работа с моими студентами Михаил и Алекс Бронштейн. Значит, это позитронная эмиссионная томография, то, что называется ПЕТ, может, вы слышали, это в больницах сегодня, это очень важный прибор, который может узнать, если ищемия, если где-то пониженное кровоснабжение, допустим, в каких-то областях мозга или в сердце, или даже диагностировать раковые опухоли. Если вкратце, это основано на том, что впрыскивают вещество, оно там в микродозах, понятно, которое излучает позитроны. Позитрон это положительный электрон. Этот позитрон, он в теле проходит маленькое очень расстояние, там около миллиметра или чуть больше, встречает электрон, они аннигилируют, и два фотона высокой энергии разлетаются в противоположные стороны. И устройство, прибор должен зафиксировать, каждый этот фотон высокой энергии в такой кристалл попадает, это синтелляционный кристалл, так называемый, и он взаимодействует, там фотоэффект, эффект Комптона, кто любит физику, и происходит такая вспышка видимого света, и она фиксируется вот этим семью, в данном случае фотодетекторами. Миша, правильно ли я понимаю, извини, что ты нам сейчас в двух словах рассказал об устройстве томографа, или это бывает? да, 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 я люблю очень короткие экскурсы в такие важные темы делать. Тогда, если можно, повтори, я никогда не знал об этом. Значит, так, что вы хотите, чтобы я, вы же меня на... Вы же меня тоже видите эту доску? Только это не МРТ, а ПЭТ, это другое устройство. ПЭТ, да. Сейчас, одну секунду. Вы видите, мою доску? Вы можете видеть мою доску? А? Да. Потому что я... Значит, идея вот какая. Есть позитрон, он со знаком плюс, есть электрон со знаком минус, они друг друга встречают, происходит аннигиляция, материя превращается в энергию, и рождаются два фотона высокой энергии, которые летят в противоположные стороны, потому что их суммарный импульс должен быть близкий к нулю, если суммарный импульс позитронный электрон. И этих фотонов высокой энергии, это для физиков, я удовольствие физикам сейчас приглашу, я надеюсь, у них энергия 511 килоэлектрон вольт, я не знаю, как по-русски написать, примерно 511 килоэлектрон вольт, и тут есть вот этот кристалл, это например, может натрий-йод использоваться, но там есть более продвинутый, синий, он там синий, и в этот кристалл он входит, и он взаимодействует с электродами, это физики даже лучше меня скажут, у него могут быть взаимодействия с Комптоном, он даже может немножко менять свое расстояние, и фотоэффект, он взаимодействие с веществом, он рождает уже видимые патроны, видимые патроны, и тут мы ставим набор вот этих фотодатчиков или фотоумножителей, и они меряют сколько куда попало вот этих видимых патронов, вот то, что у меня здесь на картинке, и штука в том, если вы уже хотите профит, с другой стороны тоже будет такой же детектор, и эти два фотона должны зафиксироваться одновременно, и если прибор будет одновременно с очень маленькой допуском во время зафиксировать пару фотонов, он будет знать, что вот это событие, аннигиляция произошло на этой линии, и дальше прибор должен детектировать много сотен тысяч или пару миллионов таких линий, и по ним он может узнать, как в объеме тела распределились эти аннигиляции, а аннигиляции связаны с глюкозой, а, ну тут же такой семинар, я забыл, что эти рассказы, они даже лучше, чем рассказы о нейронных сетях, меченая глюкоза, есть углерод, который способен вот эти значит, ой, как же это, вариации, вам вылетело, как вариация элемента, то вариация, элементы, изотопы, изотопы, да, что-то вылетело из головы, изотоп углерода, который может эти позитроны излучать, из этого изотопа делают глюкозу, и таким образом мы можем знать, куда в организме пошло много глюкозы, куда идет глюкоза, в активно работающей части, если человек сильно о чем-то думает, у него эти части мозга начинают больше глюкозы потреблять, или наоборот, если где-то есть ищемия, туда глюкоза плохо поступает, и раковые клетки, они очень большие потребители глюкозы, так что если восстановить карту вот этого излучения позитронного, да, то можно восстановить карту, куда шла глюкоза, и делать очень важную медицинскую диагностику и биологические исследования, кроме глюкозы, там есть еще и другие важные. Никогда не слышал, очень ну вот ПЕД, видите, может больше пользы от этого слайда, чем от всего другого. Где же тут нейронные сети? А нейронные сети вот где. Мы хотим узнать точку вхождения вот этого энергии, фотона высокой энергии в наш кристалл. А здесь же очень сложные интеракции происходили, да, он может не сразу произойти, действовать, взаимодействовать с веществом, а где-то в глубине. И кстати, это будет зависеть еще под каким углом. Мы же можем еще примерно знать под каким углом он летел, потому что у нас есть детектор напротив на расстоянии метра. Мы довольно хорошо знаем наклон. Так вот задача такая. Нейронные сети говорят, вот сюда попало 100 фотонов, сюда 31, сюда 72. На самом деле на картинке 7 таких детекторов. И фотон прилетел под углом, под пространственным углом таким-то. Оцени мне вот эту точку входа, координаты x, y этой точке входа. Значит, на входе нейронной сети у меня будет показание этих фотодатчиков, да, а на выходе должны быть координаты x, y этого фотона. Значит, я на симуляторе или физическом эксперименте могу миллионы таких фотонов послать, это будет моя тренировочная последовательность, и теперь нейронная сеть, получая на вход вот это будут мои x, а координаты это будут y. Она сможет определить. И эта штука работает. Еще раз, ты нам описываешь MRI прибор или CT? Не MRI и не CT, а еще называется PET. Он менее распространен, он относительно дорог, но он очень хороший для многих видов диагностей. Напиши пожалуйста эти буквы PR. Вы видите на моем слайде слово PR это позитрон эмиссион томографии. Я могу написать словами. Ой, надо правильно сейчас мою камеру переразвернуть, чтобы доска хорошо меня и доску хорошо видеть. А, сейчас, извините, маленькая перелокация. позитрон позитрон эмиссион я уже не помню, где там две буквы томографии. Окей, спасибо большое. Вот это эти три буквы PET. Вот. тот самый PET-KT, который в израильских больницах пользуется? Да, да, да. PET-SETI. PET-SETI, да. Его объединяет с обычной рентгеновской томографией, два устройства вместе. И вот в Европе разрабатывался PET-SETI, один из очень продвинутых. И вот эту статью, которую мы сделали в 2002 году, там, в 2003, кажется, она опубликована, ее по-настоящему использовали. Мы показали, что нейронная сеть хорошо справляется с этой задачей. И она используется в настоящем физическом устройстве. Это ваша разработка, да? Да, но наша разработка это проделать такой симуляционный эксперимент. А остальное уже другие люди совершенно без нашего участия сами все сделали и вещи работают прекрасно. И, кстати, я должен заметить, что нейронная сеть маленькая. Там было два слоя у этой нейронной сети. вот если на слайде семь входов, да, эти семь потом умножителей. И она маленькая, там два слоя, в каждом слое, я не знаю, может, пять-десять нейронов. Совсем маленькая нейронная сеть. Она отлично справляется с работой. Миша, я вынужден вмешаться с напоминанием о времени. Да, 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 сильно отошли в сторону. Сейчас посмотрим, что я успею еще сделать. так. Одну секундочку. Так, ну, тогда мы проскочим то, что было в прошлый раз. Миша, я не уверен, что надо проскакивать. Может быть, на самом деле скажу, что это важное. я хочу вам объяснить. Есть очень важная тема, которую я, надеюсь, я успею рассказать. Так называемые сверточные нейронные сети. Это будет новая информация. Старая информация, она же все-таки на видео есть, на предыдущем. Я бы попробовал пройти это, я надеюсь, что мы быстро пройдем. Сколько времени еще вы мне даете, Борис? Ну, сейчас 11.20, соответственно, еще у нас нет, то есть 30-40 минут. Если ты хочешь вопросы, обсуждения, то 15. Хорошо, все, я постараюсь быстро. Это очень, очень важная вещь. По-русски это сверточные нейронные сети. Convolutional Neural Netto. Вот та революция, которая произошла в глубинном обучении примерно 8 лет назад, она связана именно с этим видом сетей. И они используются и в обработке сигналов, и в изображении. И вот те задачи, которые я говорил, например, обычной нейронной сети, на самом деле сети конволюции, они по-настоящему хорошо их решают. И все, и тогда я, что называется, сходу в бой, я надеюсь, вы хорошо видите мой слайд. Да, да, давай. Все, немножечко. Доска не особо нужна, может, я так перемещусь в свое более удобное положение. Вот, допустим, у меня есть функция от времени. Мне пришлось ось времени расположить вниз, обычно ее горизонтальная черта. Допустим, человек ходил, и его координата вот так зависела от времени. А спрашивается, насколько хорошо он себя сегодня чувствует. Или какие-нибудь параметры его здоровья предсказать и так далее. и у нас есть, но это непрерывная функция, но мы, чтобы поместить в компьютер, мы ее дискретизируем во времени. Допустим, каждую миллисекунду мы измеряли вот эту его координату x. И мы хотим теперь использовать нейронную сеть, которая изучит, что же с ним происходило с этим человеком. Значит, мы, допустим, у нас тысяча таких, то, что называется, отсчетов у моего сигнала и, соответственно, тысяча входных нейронов. Это называется иногда входные нейроны. Они ничего не делают, они просто принимают входной сигнал. И, допустим, у меня, ну, например, пятьсот нейронов в первом слое. Вот если поступать так, как я поступал раньше, каждый входной связать с каждым из этих внутренних, у меня будет пятьсот тысяч связей. Кто-то скажет, с этим можно жить, кто-то скажет, многовато. А если на входе у меня будет не сигнал с тысячей отсчетов, а картинка, в которой тысяча на тысячи пикселей, у меня уже размерность х будет миллион. И там уже совершенно необъятна будет сеть, которая будет пытаться каждый нейрон с каждым входом связи. поэтому что люди делают? Совершенно простую вещь. Ян Ликун это делал в 80-е годы, мне кажется. Он основатель этих конволюционных сетей. Они говорят, мы первый нейрон свяжем только с небольшим количеством входов. Я нарисовал тут четыре, а может будет десять или двадцать. А второй нейрон с определенным шагом, по-английски это страйп называется, тоже свяжем с группой входов. И причем мы будем связывать их такими же весами. Если тут был вес один, два, три, четыре, четыре разных веса, то здесь повторятся эти же четыре веса. И так далее. вот кто знает физику, математику и так далее, он знает, что операция, которая называется свертка или конволюция, она именно вот такие действия производит. И поэтому это называется сверточная сеть или по-английски convolutional method. Здесь можно задавать вам вопросы. Это немножко техническая вещь. у меня есть просьба, у кого-то включен микрофон, пожалуйста, выключите. Все. И выходы вот этого слоя не... А, а, и вот эти четыре веса у математиков называется ядро конволюции. Вот эти четыре числа, они называются ядро конволюции. и вот эти нейроны, которые используют одно и то же ядро конволюции, объединяют вместе и называют это по-русски карта признаков. Фичер мэп по-английски. Еще раз как по-русски? Мэп это карта, а фичер это признаки. Признаков, да, понятно. Карта признаков. Карта признаков. у меня вопрос. Вот сколько в процентном отношении сколько элементов выборки используется для такого скольжения или свертки? Давайте оставим. Скорее абсолютное число можно сказать. Вот при обработке картина, кстати, часто довольно мало. Там уже будет двумерное, да, и там будет даже три на три. Всего девять чисел в этом ядре конволюции оказывается уже довольно хорошо, чтобы решать много хороших задач. Иногда чуть больше. стараются не... Кажется, Михаил спросил величину наложения между двумя соседними. А, величину этого шага, да? Да. Она может быть по-разному, может даже шаг единица без перескакивания. А может быть небольшой. Один, два и так далее. Да, да, извините. Сколько элементов вот этой процедуре скольжения используется в процентном отношении по всей выборке. Ко всей выборке. Я все-таки правильно понял. Да, Выборка может быть очень большая, выборка может быть много тысяч, а тут буквально может быть 10 или 20. Идем дальше. Все-таки я ограничен во времени. Давайте я... Есть такой принцип доходить до конца слайда, а потом делать обсуждение. значит и таких карт признаков может быть несколько. У каждого свое ядро. Вот в процессе тренировки мы будем это ядро, эти 4 числа тренировать. А следующая карта признаков, вот ее тут не полностью видно, это тоже ряд нейронов, но у них будет другое общее для них ядро и так далее. Таких карт может быть несколько. И что делается дальше? и это образует слой нейронной сети. Очень важно привыкнуть к этой терминологии. Она несложная, я ее уже почти полностью рассказал. По-английски layer. А дальше идет следующий слой. И он уже выход... А, ну, вот это объединилось, но в каждом нейроне. Может вот это нелинейная операция быть? Функция активации, о которых мы говорили, может быть sigmoind, или там выпрямительная линейная функция очень часто используется. И мы получили выход. Теперь выходы вот этих карт признаков первого слоя идут на входы второго слоя. И так далее. Во втором слое тоже может быть несколько. И тут очень важно заметить, карта признаков второго слоя, она может к себе тянуть связи, конволюцию делать, свертку с первой картой признака, а также со второй допустим тоже суммировать. Тут получается по третьему измерению может быть такая каждый с каждым связан. Есть и другие варианты. И таких может быть несколько слоев в современных сетях их может быть довольно много. Много десятков и даже сотен. И на входе очень часто может быть и полно связанная нейронная сеть, о которой мы уже говорили, которая будет классифицировать цифры и так далее. Сейчас я посмотрю. Еще одну вещь я дополню. чтобы тут размер следующего слоя может быть меньше, предыдущего из-за этого перешагивания, из-за страйда. Есть еще одна операция, агрегация так называемая, она пулинг называется по-английски. Когда берется выходы нескольких нейронов, из них берется среднее значение или максимум, это будет макс пулинг или мин пулинг. таким образом количество нейронов в карте памяти следующего слоя может быть меньше, чем в предыдущем. И это нас устраивает. В каких-то сетях оно может уменьшаться, а потом увеличиваться и так далее. По крайней мере, есть степень свободы. И я напоминаю еще один слайд, что выходы этих нейронов могут быть сегмоид или вот этот линейный выпрямитель. Все, вот сейчас мы находимся в важной точке, где можно обсуждать на все перед нашими глазами. Это еще раз, это важная, это важнейшая сеть современности. Огромное количество достижений практически они на вот этой архитектуре основаны. еще раз, что именно является важнейшей сетью достижения современности? Вот эта архитектура, конволюционная нейронная сеть, сверточная нейронная сеть, она наиболее используемая во всех тех приложениях, что я вначале перечислил, она самоиспользуемая. Понимать вот эти слова и понимать идею, что там происходит, очень важно для тех, кто хочет продвигаться нейронной сетью. Можно вопрос? Да. Вот эти входные сигналы в вашем примере это одномерная система с большим количеством сигналов, их обозначили х. С большим количеством отчетов. Это сигнал называется одна функция времени. Вот это один сигнал. Да, да. Это одномерный случай с любым объемом информации. Да. А если предстоит задача многомерная, ну, одна из задач распознавания образов, где есть не только входные х, массив входных х, а есть еще входной массив y, может быть, z, вообще нескольких метрик. Как сегодня справляется это направление нейронных сетей с подобной задачей? спасибо, Илья, очень хороший вопрос. Действительно, тут может быть измерение, как он двигался, а еще один график, может быть, как у него температура менялась, или еще пульс, допустим, как у него. именно это. Это вполне, вот эта сеть сверточная, она вполне хорошо с этим работает. Вы даже на вход одной карты памяти, не карты памяти, а карты признаков, можете подать свертки первого сигнала с каким-то ядром и свертка второго сигнала с каким-то другим ядром и так далее. И все эти ядра будут тренироваться в процессе обучения. Очень хороший вопрос. Спасибо вам. Спасибо за ответ. Можно вопрос. Вот такая конволюция, она очень хороша для фильтрации, для выделения какого-то признака или группы признаков. Но мы тут же теряем какую-то информацию, которую наверное можно было бы получить в результате другой конволюции. Нет ли такой необходимости несколько сверток производить одновременно для того, чтобы выделять множество признаков. Я понял. Ваш уточняющий вопрос очень хороший. Обратите внимание, вот в первом слое у меня несколько таких рядов, вот этот второй и третий, они спрятаны. Я не знаю, удачно ли я их обозначил такими же прямоугольничками они спрятаны. Видно, видно, да. Вот там есть еще один ряд конволюций с другим ядром, ровно то, что вы спрашиваете. Спасибо за вопрос, потому что он акцентирует внимание на важные вещи. Можно много разных конволюций делать, и это важно, и это делают. Допустим, если говорить о двумерных свертках, то чтобы в картинке детектировать линии в каком-то одном направлении, будет свертка с ядром, которая немножко похожа на эту линию, да, а в другом направлении с ядром другим будет двумерная свертка. Да, это все очень важно работать. Чтобы в стадии выделить отдельно овцов и отдельно санкос. Да, да, да. Хорошо. Еще вопросы? Сейчас я посмотрю. Одну секунду. А, ну да, на самом деле у меня еще один только слайд будет, интересен. Видите, я постарался очень коротко. Перейти еще к одному важному слайду. Наверное, можно, еще есть несколько минут. Последний слайд. Есть так называемая U Net, это сеть с архитектурой, которая напоминает букву U английскую. И должен сказать, что на самом деле мы начали эту сеть делать. Просто студент, который со мной работал, он делал это не очень быстро, а потом эта публикация вышла. И это совершенно замечательная вещь. Значит, что она... Что значит U еще раз? Вот это форма. Я вам расскажу. Вот тот паттерн, который вы видите на картинке, он напоминает букву U. Графически, да. Значит, что делается, берется, сигнал и картинка с определенной резолюцией. В данном случае на примере картинка на 128 на 128 пикселей. Берется несколько слоев конволюции и причем вы видите, начали с одной картинкой, а потом сделали даже целых 32 карты признаков. Потом с помощью вот этой операции, то, что называется пулинг или даунсамплинг, да, вот желтеньким обозначено, видите, Макс Пулинг. Объединяется количество соседей, берется из них вместо какого-то количества один. Получается 64 на 64, да, но обратите внимание, что тут 32 таких карты, да, признаков. Исходная картинка была 128 на 128. То есть здесь у нас количество чисел, характеризующих картинку, не уменьшилось. У нас как бы уменьшилась резолюция, а слабая резолюция, но увеличилось количество вот этих карт. И так далее. Переходят еще к более низкой резолюции и снова увеличивают количество признаков. Таким образом получают представление картинки, это немножко если кто из обработки сигналов знает вейвлит и мультирезолюционное представление сигналов, это напоминает вот эти вещи. Что в этом хорошего? Каждое число вот в этой карте признаков, которые вот на этом низком уровне находятся, у нас грубая резолюция, оно чувствительно ко всему, что происходило в этой большой картинке. Таким образом получается здесь глобальный вид на исходную картинку. Если обычная сеть конволюции смотрела на четыре ближайших соседа, она видела только то, что вблизи пикселя вот этой карты происходит, то здесь каждый пиксель видит глобальную картинку. Это оказывается очень важно. Это очень важно, потому что видя глобальную картинку, можно многие вещи и более качественно от шумов очищать. И тут пример задачи сегментации. Сегментация это когда у вас есть картинки животных или деревьев на фотографии и вам надо контурами выделить пятно. вот здесь вот здесь лошадь, а здесь был человек окружить его контурами. Вот например вот это ЮНЕ первая была на задаче сегментации. Но на самом деле мы ее используем для разных целей. мы параллельно начали делать не опубликовали у нас инструмент этот внутри домашним пользователям осталось. На вход у нас поступают картинки ультразвука медицинского ультразвука которые очень рябые а на выходе картинки которые вот как рентгеновская томография очень четкие ясные с красивыми краями вот мы используем ЮНЕ например для таких целей. Тоже она один из самых мощных инструментов сегодня. Вот общая сеть конволюции и ее частная версия иерархическая ЮНЕ Все видите я оставил время для свободы Миша чем отличается правая фет этого Ю от левой хорошо спасибо я слишком телеграфно говорил если здесь идет понижение резолюции то здесь идет вверх идет обратный процесс из из нескольких слоев допустим картинки которая была тут 16 на 16 мы пытаемся произвести картинку мы ну есть такое понятие upsampling я не знаю кто-то мне поможет может с русским словом короче мы из картинки низкой резолюции искусственно можем получать картинки более высокой резолюции более высокого разрешения и вот этот процесс он идет вверх по этапу если вниз это шел как бы пулинг из каждых например 4 пикселей я получал один то здесь искусственно из одного я получаю 4 в результате если на входе миша у тебя была муха то на выходе может быть слон правда ну как бы да но поскольку поскольку я не не просто из одной картинки низкого разрешения получаю картинку высокого а из многих картинок низкого разрешения это можно сказать у меня для тех кто знаком со словом фильтры у меня через много фильтров разных я пропустил свой сигнал и пользуясь всей этой информацией как он прошел через фильтры я могу сам сигнал восстанавливать и может быть у вас посмотреть картинку что было в начале и что в конце да нужен пример я к сожалению не уверен что у меня нет из мухи простой получается очень хорошая обобщенная муха да обобщенная муха но главное что из этой обобщенной мухи мы можем настоящую муху восстановить с высокой точностью мы ничего не потеряли и кроме того скажите пожалуйста да да скажите пожалуйста вы пробовали применять ну вот для динамических картинок например это вот сжатие скажем живого видеосигнала или вот на этом же я сразу вам отвечаю ю ю нет это для плоских пикселей есть еще так называемая вин или трехмерная ю которая может на входе брать уже элементы объема кубики а кубики видео это уже близкие друзья да ну да вот там можно ответ да ответ можно и во времени да это делают это делают и даже это делают да подождите одну фразу это делают и делают даже четырехмерная в томографии есть видео когда трехмерный объем еще и во времени меняется во времени да это все делается и вопрос вот даже вот то что самое распространенное в медицине это ультрасаунд вот там вот там же там биение сердца ребенка и вы с этим работали да насколько я вам признаюсь честно наши эксперименты были на двумерных картинках концептуально с этим это все время у нас откладывалось вот мы сейчас должны к трехмерных получить перейти а нет нам надо еще вот этот нам надо к четверхмерных немножко застряли но люди делают трехмерные и безусловно за этим будущее за этим будущее бьющееся сердце надо восстанавливать как объемную картинку меня загорожено к сожалению мною сами можете на общий вид это кто говорит если можно руку поднять можно вопрос перешел на общий вид сейчас одну секунду будущее ультразвука безусловно за этим четырехмерное представление я надеюсь ультразвук просто станет главной медицинской модальностью возможно презентация больше не нужна тогда мы сможем снова перейти давайте еще чуть-чуть подержим если может будут вопросы по слайдам а потом я ее уберу согласен я спрошу есть ли вопросы связанные со слайдами есть по этому слайду вопрос у меня по какому по этому слайду у сеть скажите пожалуйста правильно ли я понимаю что обучение идет вот здесь а здесь уже какие-то регулярные процедуры вот это вот подождите эта архитектура она используется и на стадии обучения и на стадии использования на стадии да да извините вот вот это вот отсюда переход это что-то регулярное или это или это снова требует подбора весов каких-то обучений конечно подбора весов вот то что например с зелеными стрелками это свертки это конволюции и вот эти ядра свертки они обучаются конечно нужно обучение а обратный путь все и здесь тоже везде есть свертки обратите внимание везде есть свертки всех надо обучить и тогда оно делает замечательное я вынужден напомнить о времени мы подходим к концу да вот то что вопрос такой вот используя конволюцию и деконволюцию многократно так нельзя ли в конечном счете получать более четкие результаты можно можно вот это то что называется суперрезолюция это очень важная тема да да так делают так делают это очень модная деятельность можно повышать четкость размазанной картинки еще можно вопрос да Илья можно ли сделать вывод что общий методический подход это как бы преобразование вначале пространственной информации во временную а потом обратное развертывание и что благодаря быстродействию современных современных технологий позволяет это делать очень быстро то есть еще раз вопрос используется ли здесь принцип пространственных временных превращений и обратно давайте оставим открытым у меня нет быстрого ответа хорошо спасибо я вопрос можно вопрос да 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 извините я образы председателя перехватил да да пожалуйста вопрос можно да геннадий очень короткий мы заканчиваем вот очень короткий даже дилетантский совсем вопрос когда и в каком месте на мой взгляд виртуальные расчеты нейронных сетей преобразуются материальные результаты хороший вопрос ну давайте на примере ультразвука кто-то взял ультразвуковой сенсор там он пьезоэлектрический сегодня это даже на микросхеме на микромашинах так называемых преобразовал в электрический сигнал и этот электрический сигнал оцифровался перешел в компьютер и в оцифрованном виде мы его тут на вход нейронной сети уже в компьютере передаем проделали все эти манипуляции и дальше в конце концов мы получим картинку которая пойдет на вход экрана и уже аналоговым видом на экране нам будет показано я не знаю правильно на ваш вопрос спасибо большое мне хочется сказать несколько слов как бы по итогам этого небывалого пока эксперимента научный семинар и после этого если еще останется несколько минут мы вполне сможем еще задать вопрос мне кажется что эта попытка эта идея получилась я для себя услышал много нового интересного и что более удивительно понятного все таки мы все из очень разных областей поэтому я заранее призываю всех желающих поделиться своими профессиональными научными интересами записываться примерно раз в месяц мы будем такой семинар делать с другой стороны если у доктора Соболевского будет желание продолжить эту тему я думаю что она вызывает такой горячий интерес что месяц другой спустя мы сможем снова послушать и поучаствовать в обсуждении в любом случае Миша огромное спасибо я помню как я жестко тебя критиковал перед первым семинаром что невозможно представить нашей аудитории такой пусть даже не очень высокопарный но но все же профессиональный материал после таких такой предварительной лекции и предварительного обсуждения выясняется что можно такое даже более ну что ли точное углубленное огромное спасибо за то что ты меня послушал тогда и за то что не послушал тогда спасибо всем я хочу напомнить о предстоящих нам встречах на следующей неделе то есть следующую пятницу с 10 с божьей помощью у нас все-таки выступит по-моему замечательная женщина и политический комментатор Марьева о прошлом девятого канала и радиорека Анна Раева она уже дважды откладывала по объективным причинам после этого у нас есть предварительная договоренность совершенно замечательным экскурсоводом я думаю многие узнают Инна Чернавская название ее лекции такое захватывающее что я даже не могу его повторить ну вот и предложение о следующих выступлениях как говорится принимается большое спасибо нашему коллеге Михаилу Козлову руководителю семинаров Натани мы как бы объединяем свои усилия для проведения научных семинаров он поддержал эту идею я ему очень благодарен всего хорошего всем самого лучшего и шаббат шалом я лично благодарен вам за организацию такого научного семинара а Михаилу за то что я во многом удовлетворил свое любопытство по нейронным сетям спасибо Миша можно убрать презентацию ну ладно там был еще один вопрос хорошо сейчас я попробую может мне удастся что-то все с моего экрана поисчезало может оно вернет так это на зум может мне надо я даже не знаю на что я должен нажать а вот сверху управление так сейчас your screen sharing а стоп о наконец-то мне удалось большое спасибо переходим в галерею и еще раз хочу поблагодарить всех участников я думаю что для некоторых это было испытанием терпения если люди как бы отдалились от этой области а для других наоборот было страшно любопытно как для меня и кажется для Миши Козлова у кого-то это оказалось близко к профессиональным интересам Миша огромное спасибо и всем большое спасибо и шаббат шалом шаббат шалом спасибо вам огромное огромное удовольствие выступать в этой аудитории всего самого всего доброго спасибо спасибо за организацию Борис спасибо большое Борис можно небольшое объявление да конечно конечно у нас в четверг будет интересная лекция Михаила Шифрин значит там комплекс значит с позицией значит математика и физика значит медицинские проблемы поскольку он этим занимался Михаил Шифрин я вас приглашаю на 4 часа в четверг спасибо большое я добавлю два слова это будет знаете это будет с одной стороны как бы на том же материале который был на моей лекции на этом семинаре но совершенно на других аспектах большое большое спасибо это не будет повторения это не будет повторения мне кажется что вы могли бы заявить такой или подобный семинар у нас на через месяц всего вам доброго до свидания спасибо